МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории» и сегодня разговор у нас пойдет о советской истории. Меня зовут Александр Голубев, и тема сегодняшнего разговора – шестидесятники. В шестидесятнике слово, известное каждому, но что за ним скрывается? С некоторой долей условности можно сказать, что это некая субкультура советской интеллигенции. Одновременно это целое поколение, которое родилось между 1935 и 1945 годами. Шестидесятники были детьми революции и в прямом, и в переносном смысле. Их мировоззрение во многом определили революционные идеалы и веру в социализм. С другой стороны, многие из них были детьми видных советских, государственных и партийных деятелей 20-х годов. Но их мировоззрение оказали определяющее воздействие три глобальных исторических явления. Во-первых, это сталинизм во всех его проявлениях. Во-вторых, это Великая Отечественная война, в которой многие из них участвовали. И в-третьих, наконец, это Хрущевская оттепель, которая, собственно говоря, и породила само понятие шестидесятников. Наиболее известные шестидесятники, которых мы знаем, принадлежали к поколению детей, деятелей революции. Они родились уже после победы Октябрьской революции, они выросли в советскую эпоху и, что называется, с молоком матери восприняли революционную романтику. Именно та социальная группа, из которой вышли многие известные шестидесятники, была в значительной степени затронута сталинскими репрессиями. Многих из них были репрессивными родителями, старшие родственники, друзья, знакомые. Кто-то из них и сам прошел через прелести сталинских лагерей. По крайней мере, вот эта тема сталинских репрессий для этого поколения оказалась важной и болезненной. Затем началась война, и те шестидесятников, которые были постарше, ушли добровольцами на фронт. И война стала вторым после сталинизма колоссальным жизненным опытом. В этой войне они столкнулись, эти дети городских интеллигентов, с реальной жизнью страны, с настоящим, а не выдуманным народом, с существованием на грани жизни и смерти. Война при всей ее чудовищности вещь еще и практическая. И многие идеологические и прочие иллюзии на ней теряют свое значение. И понятно, что уцелевшие и выжившие фронтовики вернулись в мирную жизнь другими, гораздо более взрослыми людьми. После войны вся страна ожидала демократизации. Свидетельств тому очень много. И самое интересное, что в высших кругах даже шли разговоры об этом, готовились новые проекты Конституции, других реформ. Но все это было положено под спут, и взамен настала новая эпоха почти средневековой мракобесии. Когда стали бороться с западным влиянием, с космополитизмом, когда начались преследования по национальным признакам, когда обрушились на журналы, балеты, фильмы, оперы и так далее. То есть началось завинчивание гаек. И вот после этого, после смерти Сталина, начинается новая эпоха, эпоха хрущевской оттепели. И вот тут шестидесятники, те, кого позднее назовут этим словом, сняли главную противоречие своей жизни между революционными идеалами и сталинской действительностью. Большинство из них казалось, что теперь эта главная страшная проблема решена. Революция – это прекрасно. После сталинских лет, репрессии, террора, подавления, мы возвращаемся к демократии, мы возвращаемся к истинным ленинским революционным идеалам и так далее и тому подобное. И именно вот эти шестидесятники, как их позднее назовут, и определили тот самый подъем культуры, который приходится на хрущевскую оттепель. Окончательно эта субкультура складывается в 60-е годы. Тут надо напомнить, что это были годы оптимизма для всей страны. Помимо прекращения репрессий, помимо реабилитации, а вернулось порядка двух миллионов заключенных во второй половине 50-х годов. Это огромная цифра. Это еще и годы технического прогресса, небольшого, но реального роста благосостояния. Это прорыв в космос. 57-й год – спутник, 61-й год – Гагарин. И вот на этом фоне шестидесятники были полны исторического оптимизма. Они поверили в социализм человеческим лицом. Они ожидали с каждым годом изменений к лучшему. После прекращения хрущевской оттепели шестидесятники как бы уходят в тень. Написанные ими книги перестают переиздаваться. Снятые ими фильмы либо редко показывают, либо вообще кладут на полку. Появляется новое поколение, уже поколение 70-х годов. И тем не менее, шестидесятники по-прежнему многое определяют в общественной атмосфере страны. Своеобразным их центром являлся журнал «Новый мир», который с прерывами много лет редактировал один из крупнейших советских поэтов Александр Трифонович Твардовский. Кстати, его столетие отмечается в ближайшее время. «Новый мир» стал центром либеральной интеллигенции тех самых шестидесятников. Надо сказать, что ведь и в мире происходили позитивные изменения. В частности, рушились одна за другой колониальной империей, возникали новые независимые государства. Шестидесятники, по своим революционным взглядам, были интернационалисты. И они предпочитали революционеров и в политике, и в искусстве. Популярными среди них были Маяковский и Брехт, Химингуэй и Маркес, Че Гевара и Фидель Кастро. Одновременно, после того, как возможности, политические возможности для высказанных своих взглядов съеживались, именно среди шестидесятников, которые раскололись на две своеобразные группы, которых насмешанно называли физики и лирики, то есть гуманитарная и научно-техническая интеллигенция, возникает новая субкультура, туризм. Именно шестидесятники были активными сторонниками вот этого нового образа жизни. Популярной становится фигура в штормовке у костра, которая хриплым голосом поет песни под гитару. И действительно, среди интеллигенции, дальние или не очень дальние походы становятся в тот период чуть ли не главным видом отдыха и развлечения. Именно на эту эпоху приходится и рассвет бардовской песни. Высоцкий, Висборг, Ким. Но, пожалуй, самая популярная была Куджава. И песни о Куджаве передают не только атмосферу той эпохи, но и общую характеристику поколений шестидесятников. С началом перестройки шестидесятники воспрянули духом. То, о чем они мечтали в начале 60-х, казалось, начинает осуществляться. Опять растут возможности для свободы слова. Слабеет гнет цензуры. Появляются первые ростки демократии. Они активно включаются в общественную жизнь. Публикуют огромное количество книг и статей о сталинском периоде, о сталинских репрессиях, об экономике сталинизма. Кто-то пустил в ход привязавшийся к ним наименование прорабов перестройки. Однако в 90-е годы, уже в постперестроечный период, ни о каком социализме речи уже не шло. Страна вступает в новый этап своего развития, и шестидесятники опять оказались невостребованы. И, пожалуй, на этот раз уже навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok С вами была программа «Семь дней истории». Сегодня мы говорили о советском периоде, а завтра речь пойдет о мировой истории 20 века. До свидания.